Приветствую вас, Аноним. Я думаю, что у вас сейчас находится... Вы сейчас находитесь в таком порыве бунта. Вы сейчас находитесь в таком порыве потребности, доказать, что вы чего-то стоите. Вы сейчас находитесь в таком порыве потребности доказать и пожить свое удовольствие. Я думаю, что это более чем понятно и более чем естественное желание, естественная потребность. И я думаю, что почему-то то, что вы делаете, на мой взгляд, это почему-то вы исключаете, например, активную жизнь, активное подчеркивание своей привлекательности, активную реализацию своих желаний. И в то же время следуя некоторым моральным принципам, следуя некоторым моральным аспектам, следуя некоторым вещам, которые вам, например, важны. Т.е. почему-то вы эти вещи исключаете. У вас в сознании вы это исключаете. Хотя мне кажется, что они вполне могут существовать. Если вас кто-то и будет, например, обесценивать, если кто-то и будет вас как-то вот обесценивать, если кто-то и будет это делать, на мой взгляд, это будет только потому, что вы их сами, как мне кажется, встретитесь с себя. Мне кажется, что если и будет возможно вот такая, ну, словно говоря, поведенческая модель, то это будет возможно только благодаря тому, что вы сами себя будете обесценивать. Только благодаря тому, что вы сами к себе будете относиться, как к человеку, который делает что-то, ну, не знаю, что-то плохое, дурное и так далее. Вот. То есть если вы сами будете ни много ни мало обесценивать себя, да, и свои желания. Вот. А если же вы, например, этого делать, допустим, не будете, то есть если, к примеру, вы, вот, уважительно, что ли, будете относиться к, допустим, себе, да, если вы будете, ну, вот, ценить то, что, то, чего вам хочется, если вы будете принимать и, может быть, позволять проживать себе то, что вам, допустим, хочется, вот, то, на мой взгляд, ситуация может остаться совсем другой. Когда вы будете наслаждаться тем, что вы делаете, когда вы будете получать удовольствие, не поддельное удовольствие, что вы будете получать от того, что вы делаете. И когда вы будете, ну, может быть, не просто, вот, кайфовать, а когда вы будете именно наслаждаться. Но наслаждаться, если вы и будете наслаждаться, то наслаждаться вы этим будете в моменте. То есть, пока вам это наслаждение приносит все хорошо, как только вам, ну, вот, перестало это приносить, например, наслаждение, то вы от этого сразу же отказались. И все. Понимаете? И вы говорите об этом, как о, знаете, о чем? Вы об этом говорите, как о некоторой такой, тоже не свободе. То есть, для вас, для вас, по моим ощущениям, это тоже не свобода. История про то, что вот, если я начну, если я буду так жить, то все, я себе сломаю жизнь, я буду там, не знаю, какой-то не такой и прочее, прочее, прочее. Вот. Но ведь вы можете быть такой, вы можете быть другой, вы можете быть какой угодно, столько, сколько вам этого хочется. Вы можете быть, как мне кажется, разным. И в этом, вероятно, вся магия в том, что вы можете быть разным. Вопрос немножечко в другом. Вопрос в том, есть ли у вас возможность позволить себе быть разным. Вот, в какой момент. То есть, позволяете ли вы быть себе разным? Да, да? Потому что, потому что, позволяете ли вы себе не хотеть того, чего вы не хотите, и хотеть того, чего вы хотите. Вот так вот я думаю. Понимаете? Какая штука. Вот. То есть, это вот те моменты, на которые хотелось бы мне вам обратить ваше внимание. Потому что, потому что вы позиционируете сейчас ситуацию таким образом, как будто вы не свободны. Как будто бы вы не свободны тотально. Понимаете? Вот. Ну, и стыд, вот в целом, да, стыд. Это привычка, в какой-то степени, подавлять свои желания и потребности. Вот, это понятно. Я думаю, что здесь можно было бы помочь вам. Плюс-минус научиться на этом заострять внимание и выражать это. Но, не менее важно то, как мне кажется, не менее важно то, чтобы вы позволяли бы себе проживать свои чувства, позволяли бы себе проживать свои эмоции, которые у вас есть. позволяли бы себе чувствовать то, что вы чувствуете, ну, к примеру, да, вот. И замечать разные моменты, замечать разные аспекты, замечать разные нюансы. Вы можете сегодня хотеть одного, завтра вы можете хотеть другого, послезавтра вы можете хотеть третьего. И это, мне кажется, абсолютно нормальная история. Это, мне кажется, абсолютно нормальная, ну, ситуация. Вот. И именно возможность быть разной и возможность проживать и замечать то, чего вам хочется, на мой взгляд, является тем аспектом, да, является тем аспектом, который, в котором мы могли бы вам помочь. Понимаете, в чем, в чем дело. Вот это, мне кажется, этот момент, мне кажется, очень важно помочь вам раскрыть себе разные стороны. Ну, вот. В том числе, ваши, вот, ну, ваши интересы, ваши увлечения и так далее. Вот. И посмотреть, что в этом действительно ваше. Посмотреть, что из этого вы на самом деле хотите. А чего из этого вы не хотите или хотите не так сильно, как, например, вам сейчас кажется. Вот. Ну, то есть, хотите вы заниматься танцами, например, да, на здоровье. Занимайтесь танцами столько, сколько вашей душе угодно будет, да. Вот. Хотите, там, вести, вести какую угодно жизнь, да на здоровье, ведите какую угодно жизнь. Но, но только до тех пор, пока вам этого хочется. Понимаете? Как только, если вы почувствуете, что вам хочется чего-то другого, необходимо отреагировать на это. Необходимо заметить это в себе и моментально, ну, условно поменять то, что вас окружает. Понимаете? Вот. Вот вы, например, говорите, значит, я сейчас нахожусь в отношениях с мужчиной, который, который, там, условно говоря, меня используют, да. Сказал, это вообще говоря, ну, вот с привычной точки времени, это созависимые, деструктивные, обесценивающие отношения. Обесценивающие, ну, в первую очередь вас. А, ну, может быть, это так. Может быть. Может быть, это, ну, действительно так. Но до тех пор, вот в чем важно, пока вас устраивает, до тех пор, пока вам нравится, пока вы не чувствуете, что, например, вы больше, по внутренним ощущениям, или меньше, чем то, как протекает ваша жизнь, все в порядке. Понимаете? Вы боитесь не случайно, потому что вы, мне кажется, не знаете, как можно, вот, по-другому. Если вы думаете, что вот я сейчас отойду от одного ради другого, и все, и буду все время в другом. Нет. Может быть, вам захочется вернуться даже в педагогику, но только в уникальной для вас свободной форме. Может быть, вы продолжите заниматься танцами в другой, более какой-то вот, ну, подстроенной под вас форме. Вот. И сможете вы к этой форме прийти только занимаясь и только действуя в том направлении, в котором сейчас хочется вам, потому что вы чем-то занимаясь будете лучше себя исследовать и себя понимать. Вот. И себя чувствовать вы будете лучше. И только так вы можете увидеть, что же все-таки вам нужно. Понимаете? Вы говорите, вас куда-то несет, вас не несет. Возможно, впервые вы прислушались сейчас к своим желаниям. Да, получилось это рвано, получилось это хаотично, получилось это спорно с точки зрения морали и этики, особенно с учетом того, как вы описываете своих родителей. Это правда, но по-другому, по-другому, может быть, и нельзя. По-другому, может быть, и не получилось бы у вас. Вот. По-другому, может быть, вы просто не смогли. И сейчас, например, да, сейчас вам страшно. Сейчас вам страшно. Мне кажется, страх связан в том числе и с тем, что вы сталкиваетесь с чем-то новым для себя. Вот. Мне кажется, что, ну, как бы, сталкиваясь с чем-то новым, человек всегда испытывает тревогу. Это нормально. Тревога – это нормальное чувство, потому что она помогает нам понять, где мы следуем себе, а где мы себя предаем. И в данном конкретном случае вы пока что себе следуете, но вы боитесь себя предать. Важный здесь, мне кажется, момент в том, что вы вроде бы и бунтуете, вы вроде бы и там идете наперекор, вроде бы вы вот что-то такое делаете, но все равно для вас важна оценка людей. При том, что эта оценка людей уже давно не соответствует вашему внутреннему состоянию. Вы точно знаете, что людям определенного образа и склада понравится. Вы точно знаете, что эти люди одобрят, но, образно говоря, это вы не делаете, потому что знаете, что в этом, в том, что они одобрят, вы будете несчастливы в первую очередь. Вот. Но вот тянетесь, значит, словно к этим людям, боитесь осуждения и так далее. Мне кажется, что здесь про невыраженный, непрозитый полностью протест. Протест и какой-то такой, знаете, границы. То есть у вас не проставлены границы с теми людьми, которые к вам близки. Вот. А из-за того, что вы себя не слышите, вам, как бы, словно с ним взаимодействуют на радость. Поэтому мне кажется, что вам пригодилась бы поддержка, мне кажется, что вам пригодилось бы исследование себя Это не замена, ни в коем случае не замена того, чем вы занимаетесь. То есть начали вы, ну вот, допустим, ну допустим, да, начали вы жить вот так вот, как вам хочется, да, к примеру, к примеру. Начали. Возможно, впервые в жизни начали так же. Прекрасно. Живите так. Но параллельно, мне кажется, параллельно имеет смысл лучше исследовать себя, чтобы понимать, чтобы видеть, чтобы замечать, когда ваше желание изменится, чтобы адекватно на это реагировать, чтобы не случилось такого, что вы, значит, пошли на педагогический, значит, факультет, вот, выучились, а по факту вам это не интересно. Вот это самый настоящий разврат, когда человек делает то, что он когда-то хотел, но уже не хочет и продолжает это делать. Вот, о чем вы говорите. А не то, что приносит наслаждение, не то, что приносит удовольствие. Это то, что приносит удовольствие у всех индивидуально. Да, это имеет определенную цену, безусловно. Это имеет, безусловно, определенные последствия. Вот так это касается всего, это касается абсолютно всего, что происходит в человеческой жизни. Вот. Например, ваши родители, будучи интеллигентными людьми, живут так, как они живут. Наверное, с вашей точки зрения они живут очень правильную жизнь. Но, важно другое, что они, да, живут правильную жизнь, но они в этой жизни своей правильной, счастливы. Или, может быть, они убедили себя в том, что они счастливы, отучили себя прислушиваться к себе. Потому что правильная жизнь от жизни настоящей отличается разностью, отличается многогранностью, отличается глубиной и отличается в какой-то степени отсутствием оценок. А вы, несмотря на то, что сейчас живете более свободно, продолжаете себя оценивать. Понимаете? Мне кажется, что это вот именно невысказанный такой вот протест вашим, ну, родителям. Вот, может быть, все кому-то, кто пытался вас, ну, как-то направить, да, ну, в кавычках условно направить, условно приставить и так далее. А, насчет возраста. А насчет возраста, насчет того, что вы теряете свое время, я, наверное, выскажу не самую популярную, мягко говоря, точку зрения, но в какой-то степени я с вами согласен. Согласен в том плане, что вы упускаете время и возраст, но важно пояснить, в чем именно я с вами согласен. Я согласен с тем, что вы испытываете чувство такое, что вы упускаете время и чувство, что вы, как вы написали, стареете. Я с вами здесь полностью согласен в том, что вы действительно такое чувство испытываете. И я думаю, что это чувство вы испытываете как раз потому, что у вас есть ощущение пустоты. Я думаю, что начиная эту пустоту заполнять сейчас, вы, конечно же, ну, получили как бы другую сторону, если можно так вот выразиться, вы получили другую сторону, значит, своей жизни, да, вы увидели, что, о, можно вот оказывается так, о, можно оказывается вот ещё и вот таким образом жить, можно ещё и вот таким образом жить. И вы сейчас, когда, например, встаёт перспектива отказаться от этого, когда встаёт перспектива, что вам нужно отказаться, вам становится чуть ли не плохо. Потому что как-то так я откажусь от того, что мне очень нравится, я откажусь от того, что мне, меня привлекают и так далее. Вот. И вы чувствуете, что выпускаете в своё время, да. Но важно понимать, что человек меняется, человек не остаётся неизменным. Человек меняется не только физически, человек меняется не только психологически, человек меняется в контексте своих желаний и мечтаний. И в определённый момент, добрав то, чего вы хотите, вероятно, вы захотите чего-то ещё. И вот здесь, в этот момент, как мне кажется, очень важно, чтобы с вами рядом был человек, с которым бы вы могли поговорить относительно того, что с вами происходит. Которому бы вы могли выразить то, что с вами происходит. Чтобы у вас было, ну, было, ну, например, такое вот, знаете как, ну, понимание, может быть, того, что человеку можно доверять и так далее, да. Вот. И, и, чтобы вы вместе с ним увидели бы, что происходит. Чтобы вы вместе с ним увидели, как вы меняетесь. И что сейчас, может быть, вам хочется уже чего-то другого. Что сейчас, может быть, ваша потребность, она немножечко изменилась. Вот. Понимаете? И этих изменений может и не быть, но они могут и быть. И если вы не научитесь внимательности к себе, чувствительности в хорошем смысле этого слова, то в какую бы сферу вы не пошли, и чем бы вы не занимались, вот, я думаю, что ничего особо не изменится. Потому что везде вы будете чувствовать себя, вот такой вот напряженный или виноватый, если получаете удовольствие, то виноватый, если не получаете удовольствие, то напряженный, злой, неудовлетворенный. Вот. И, значит, значит, как бы в поиске, в поиске вы будете постоянно, вот. Ощущение от этого, что ваша жизнь проходит, проходит мимо, не исчезнет. Скорее всего, она останет, может быть, она даже останет сильнее, вот, еще. Но это, это уже не то же. Вот. Поэтому, конечно, вы, вы молодец, вы большая молодец, что делаете то, что делаете. Я думаю, что вы можете собой гордиться, я думаю, что в какой-то степени, ну, ваш жизненный путь можно ставить в пример, вот. Но это лишь это про развитие, понимаете? Это лишь это про развитие. А дальше что будет? А дальше как будет? Вот что интересно. Понимаете в том штуке? Поэтому мне кажется, что ваши страхи, равно как и ваши опасения, это все часть вас. Это все часть вас. Это все то, что делает вас привлекательным, это все то, что делает вас интересным, это все то, что делает вас, ну, может быть, не может быть, а точно особенным. Все это. Но, но вы принимаете пока только часть. И чувствуете себя не совсем вот, а, ну, такой полноценным. Здесь. Вот. Ну, а, я, я бы, не удивлялся, бы, а, такому, вот, такой, а, такому вашему состоянию. Я, я, я бы не удивлялся, потому что вряд ли сейчас могло бы быть по-другому. Мне кажется, что не могло, не могло бы. Вот. Вот. Как бы, как бы это вот не звучало, а, как бы это не звучало. Вот. Не могло бы быть по-другому. Но вы можете это изменить. Вы можете это изменить. Вы можете начать радоваться жизни, начать, а, получать нахлаждение, вот, того, что вы делаете, от того, как вы живете и так далее. Вот. А, до этого вот, ну, мне кажется, что имеет, а, большое, большое значение, а, что, а, а, вот, как вы будете с собой обращаться и то, а, вот, а, что вы будете делать. Ну, я имею ввиду, а, со своей жизнью дальше. Вот. Мне, ка, мне, а, кажется, что вы не должны быть одна. Мне кажется, что, а, а, у вас, а, по-прежнему, несмотря на то, что ваша жизнь изменилась и хочется видать, что изменилась хуже, мне кажется, что все равно, а, ну, по-прежнему, с такого, с такого опыта, а, принятия вас, опыта принятия вас, нет. И вы, по-прежнему, вероятно, только догадываетесь, а как это, когда меня принимают? А как это, когда, вот, любое, любое мое проявление, да, как это, вот, как это, когда, как бы я себя не проявил, а это, ну, к этому, совершенно, вот, такое спокойное отношение. Вот. И мне кажется, что это, а, очень, а, важно, чтобы вы получили такой опыт. А, вот. Мне кажется, очень, а, этот момент, ну, по крайней мере, а, так я это вижу. Ну, ну, вот, так я это вижу, на данный момент, вот, таким образом я это вижу, по крайней мере, по крайней мере. Вот. А, понятно, что в каких-то моментах я могу быть не прав, да, понятно, что какие-то моменты я могу, а, мог неверно интерпретировать, вот. Вот, а, хотелось бы, эээ, как-то вот заранее извиниться перед вами за, за, возможно, не то, не точно с тем, вот. Но, свою мысль я хотел вам сказать, вот. А, мне, мне кажется, ээээ, что, ээээ, сейчас, вот, именно сейчас, ээээ, то, как вы живёте, именно сейчас, ээээ, мне кажется, что, ээээ, вот, уже на данный момент, эээээ, по-другому жить вы не сможете, вы не сможете, мне так кажется. Мне кажется, что вы не сможете действовать по-другому, мне кажется, что вы, ээээ, уже не сможете отказаться от, ээээ, того, что сейчас в вашей, в вашей жизни есть. То есть, у вас, по сути, нет, ээээ, нет, ээээ, другого пути, кроме как, кроме как двигаться, вот, ээээ, в сторону вот этой вот новой, новой себя. То, той, той новой, которую вы, может быть, вы сами сделали. Вот. Вот. Ну, можно это делать, эээээ, по-рядным, понимаете? Можно это делать, ээээээ, так, чтобы не фраздаться, а можно делать это, эээээ, вот, примерно так, как вы это делаете. То есть, ээээээ, ну, страдая, ээээээ, страдая, мучаясь, переживая, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Я думаю, как-то так можно ответить вам на вопрос, который вы вставите. Точнее, конечно, вопроса вы не задаете, вы просто такое чувство, что вы выплывнули вот то, что вас, ну, то, что вас волнует. Вот. И это хорошо, то, что вы это сделаете. Да. Прекрасно. Как мне кажется. Это здорово. Но нужно, как вот, я думаю, нужно двигаться дальше. Вот. И чтобы иметь возможность это делать, нужно позволить себе быть равным для начала. Вот. А чтобы это, как мне кажется, стало возможным. Мне кажется, что нужна помощь. Вот. Сами, сами вы с этим вот можете не справиться просто. Вот. Не потому, что я там как-то вот вас пытаюсь обесценить, а именно потому что, ну, опыт подсказывает. Вот. Вот такой опыт подсказывает, по крайней мере, у меня есть. Вот. Ну, вы, вы с этим, повторюсь, можете не соглашаться. Вот. Право. Вот. Вот. Ага. Такой ответ я хотел бы вам дать сейчас с точки зрения психотерапии, психологии, вот, и с точки зрения своих ценностей. Вот. вот. Которые у меня, ну, как правильно, вот, с точки зрения, вот, тех, ну, аспектов, которые, которые, которые я вам предоставил. Вот. Вот. Эм. Не. Не факт. Эм. Эм. Совершенно. Эм. Что. Все люди. А доброт. Эм. Новую вас. Вот. Эм. Совершенно не факт. Совершенно не факт, что, эм. Люди, эм. Поймут и примут вас. Совершенно не факт. Эм. Но. Но. Мне кажется, что эм. Это удовольствует, так по крайней мере, я думаю, так по крайней мере мне кажется сейчас, ну вот с точки зрения, опять же, повторюсь, психологии, с точки зрения терапии, вот и так далее. Вот, наверное, то, что я мог бы вам ответить. Наверное, то, что я мог бы вам сказать сейчас. Давайте на этом будем заканчивать, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, надеюсь, что вам это было интересно. Вот, надеюсь, что вы получили сюда что-то новое, надеюсь, что дал вам переседло размышлений, вот. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю всего самого доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо! Спасибо!